МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несметные богатства, сокровища, клады, подземелья-разбойники. Все самое интересное только для вас в программе О чем молчит время. Здравствуйте. Ижевское весьма необычное село с богатой историей. Помните наш рассказ о помещике Демидове, собственной конституции, села и несметных богатствах крестьян, которые еще до 1861 года выкупили себя у барина? Все это происходило здесь. Но сегодня нам обещали поведать о местных легендах. О чем-то мы уже упоминали, ну, например, о затопленной кузнице. Но многое в наших зимних поездках осталось за кадром. И вот в этот раз, в разгар лета, нас вновь встречает наш старый друг, местный краевед Андрей Меркунов. И, не давая нам опомниться, везет на окраину Ижевского. Здесь он рассказывает нам первую удивительную историю. Пожалуй, не совсем легенду. Однако, через несколько десятков лет, обрастая все новыми подробностями, она вполне может ею стать. Итак, все началось с того, что в 70-х годах прошлого века школьников отправили вот на это поле на картошку. Дети, как обычно, на любой работе, не столько работают, сколько дурачатся. Их постоянно пытаются учителя успокоить, как-то привлечь к работе. И вдруг, в один момент, все дети собрались в одно место, и на карачках, на корточках начали что-то собирать с земли. Учителя подбежали к этому месту и обнаружили, что трактор с плугом вот этим картофелем излег на поверхность большое количество серебряных монет. Недолго думая, школьники их собрали и, не помышляя ни о какой сдаче найденного государства, присвоили ценные находки. Пожалуй, на этом история могла бы завершиться. Однако, спустя некоторое время, один из учеников написал письмо в Государственный исторический музей. В нем он рассказал о находке. Более того, к письму он приложил одну из найденных монет. После ее изучения сотрудники музея были поражены. Монета оказалась в чеканке времен Олега Рязанского и представляла собой весьма редкий и ценный экземпляр. После этого письма в Ижевское приехал научный сотрудник музея, которому удалось собрать более 700 монет. Об этом даже была заметка в газете «Советская культура» 1978 года. Но и на этом история не закончилась. Еще в течение месяца после описываемых событий ребятишки приходили на поле и находили древние монетки. Андрею удалось узнать у участников событий, какова дальнейшая судьба этих ценных экземпляров. Дядь Леш, ты-то куда дел? Я бабки на зубы отдал. Я-то ладно, вон у Кольки-то вообще отец все отобрал, все сто с лишним штук. Неделю коловоротом просверливал, неделю к уздечке пришивал. У него потом в последующем по селу ездила такая лошадь с уздечкой, обшитой серебром Олега Рязанского. Вообще, судя по рассказам Андрея, к деньгам в этом селе относились довольно своеобразно. Дом крестьянина Ивана Лисакова является еще одной точкой нашей сегодняшней экскурсии. Построен он был в конце 19 века отцом Ивана в качестве свадебного подарка. Интересным являлась небольшая такая заметочка про свадьбу Ивана Лисакова и невесты из рода Малюгины. Как утверждала молва, невеста ехала по нашей центральной улице Красной в открытом экипаже и сорила золотыми червонцами. Даже говорят, что целую корзинку таких червонцев было разбросано. А много лет спустя, уже после революции, по улицам села разгуливала, по всей видимости, та самая сорившая золотом невеста. Демонстрировала всем мешочек золота и говорила. Я все Ижевское купить могу. Гражданка Лисакова была задержана участковым села Ижевского, Дмитриевым, ВВ. Помещена в участок, золото было изъято, а старушку отпустили примерно к вечеру. Больше она по селу не ходила с золотом, а годика так через два, и вовсе оставила наш грешный мир. Однако и по сей день ходят слухи, что немалые сбережения этой старушки до сих пор спрятаны где-то на территории села. Подобных историй здесь немало. Возникает ощущение, что Ижевское просто притягивает все удивительное и необычное. Может быть, дело в местоположении этого села? Как мы уже рассказывали, Ижевское имеет планировку, схожую с планировкой регулярного Петербурга. Согласно градостроительному плану, улицы здесь должны быть ориентированы четко по сторонам света. Как мы можем видеть, направление север-юг, дальше идут улицы, три улицы у нас идут, запад-восток, и, соответственно, также идут все заулки. Мы можем с вами обратить внимание на храм Казанской иконы Божьей Матери. Как мы знаем, все наши церкви и храмы в России, они своего рода компасы. То есть их располагали исключительно по частям света. И вроде бы все верно, и компас четко указывает нам, где север, а где юг, но нет. Оказалось, что Ижевское было основано в зоне магнитной аномалии, и компас здесь дает отклонение в 8 градусов. Данный факт еще в середине 19 века заинтересовал ученых из Санкт-Петербурга. И сюда отправилась геологическая экспедиция, которая планировала выявить залежи железной руды. Магнитную руду экспедиция не нашла, но были найдены залежи стекольного песка, который не нуждался в дополнительной очистке или обработке, а был полностью готов для изготовления наиболее чистых, замечательных по качеству стекол и зеркал. Эта история о магнитной аномалии и чистейшем кварцевом песке заставила нас покинуть Ижевское и двинуться в сторону поселка Брэкинбор. Однако по дороге Андрей предложил нам остановиться в деревне Лакаш, которая еще в дореволюционные времена славилась своим спиртзаводом. Здание его сохранилось здесь с тех времен, а вместе с ним и легенда о черной графине. Парни в данном селе была графиня Беклемишева. Женщина неординарная, как говорит история, воспитанная, образованная, при этом отличалась большой хваткой в плане коммерческой. Соответственно, зарабатывала уже после отмены крепостного права, парня зарабатывала себе на жизнь достойную производством спирта на данном заводе. После революции вернувшиеся в деревню солдаты отобрали у графини все – дом, хозяйство и вместе с ними спирт. После того, как крестьяне нашли спирт и поделили его, в течение месяца купилось насмерть 17 человек. Цифра, конечно же, может варьироваться от разных рассказчиков, но будем придерживаться 17 человек. Причем, как говорят, происходило следующим образом. Упился насмерть один на его поминках, следующие двое на их поминках, еще двое и так далее по цепочке. И прервать вот эту цепочку удалось после того, как местный батюшка запретил поминки. Так что до сих пор, если здесь кто-то умирает от излишнего потребления спиртного, то местные говорят, графиня его забрала. Однако графиня владела не только спиртовым заводом. И как раз здесь начинается самая настоящая история, а не легенды. Древние подземелья, старинная кирпичная кладка и невероятная атмосфера тайны. Все это можно найти в самом сердце заповедника Баракенбор. Когда-то именно здесь, на его территории, располагалась огромная стекольная фабрика, которая занимала порядка трех гектаров. Сейчас же от этой фабрики остались только руины, подвальных помещений, в которых некогда производились зеркала и стекла размером 5 на 5 метров. Как вы уже догадались, этот завод также принадлежал графине Елизавете Федоровне Беклемишевой. Род Беклемишевой, согласно родословным легендам, происходит от прусского мужа, который приехал на службу к московскому князю Василию I. Это было в далеком 15-м столетии, а в веке 19-м его потомок Федор Андреевич Беклемишев купил эти земли и решил создать здесь стекольное производство. Главным образом для того, чтобы удержать крестьян, дав им работу. И вот в 1872 году здесь были построены первые цеха стекольного завода. Первоначально на заводе Беклемишева работало порядка 70 человек. Это было самое начало. Ну, соответственно, что была очень высокая конкуренция вообще в стекольном производстве, и поэтому для того, чтобы поднять производительность фабрики, Беклемишев искал долгое время возможности, так сказать, капитала. Он переговаривал с английскими предпринимателями, с бельгийскими, и в результате уже было образовано, после его долгих переговоров, было образовано Русско-Бельгийское общество для производства зеркального стекла. И уже Русско-Бельгийское общество для производства зеркального стекла, бывшей фирмы Беклемишева, они построили вот тот завод, на, можно сказать, руинах которого мы с вами находимся. В 1896 году был заложен первый камень нового завода, а в 1898 запустили первую печь. Вот как описывал новую фабрику ее открытие корреспондент газеты. Источником колоссальной по производительности силы завода служит паровая машина в 4000 индикаторных сил с двумя цилиндрами. Плавильные печи вмещают 16 горшков, изготавливающих каждый в течение суток стеклянной массы для 8000 квадратных вершков зеркального стекла. Здание фабрики занимает пространство в 6400 сажений под одной кровлей. Окружено четырьмя гигантскими дымящимися трубами, из коих две особенно поднимаются под небесью. Для обустройства прилегающей к фабрике территории Беклемишев сделал немало. В частности, были проложены дороги по лесному массиву и даже построена узкоколейка. Вот здесь она проходила и оканчивалась у так называемой эстакады, выхода к пре, которая на сегодняшний день является знаковой в Окском заповеднике. Когда-то к этой эстакаде подходили суда, которые привозили все необходимое для работы стекольного завода. Ну, отсюда они увозили уже готовую продукцию. Производство было огромное. Выпускали очень качественные зеркала, стекло под мрамор. И, к сожалению, недолго проработало это производство, потому что в 1900 году наступил кризис перепроизводства стекла в России. И тогда крупные зеркальные синдикаты, которые были в России, они между собой согласились, и русско-бельгийское общество, и московское общество, они были закрыты. Они были как бы законсервированы. То есть мы нашли документы, это облигации завода русско-бельгийского общества 1912 года. То есть эти документы говорят о том, что юридически завод существовал. Но фактически он был законсервирован. Однако до революции и некоторое время после завод находился под охраной. А в 1924 году из Москвы пришел приказ охрану снять. Именно тогда завод подвергся вандализму. Его попросту разобрали на строительные материалы. Постепенно руины зарастали лесом, но, несмотря ни на что, история этих мест не забыта. Конечно, главной задачей Окского биосферного заповедника на сегодняшний день является сохранение удивительных ландшафтов юго-восточной Мещеры и ее обитателей. Но и истории сотрудники заповедника уделяют немало внимания. Проводятся исследования, издаются книги, реставрируются старинные помещения. Сегодня на территории Окского заповедника, помимо руинфабрики, о временах помещика Бекли Мишева напоминают кирпичные дома, построенные при нем, и здание бывшего шлифовального цеха. Оно было отреставрировано, и сейчас в нем располагается музей природы и визит-центр, а за ним разбит красивейший дендропарк. Ну, а руины некогда величественного стекольного завода сегодня привлекают не только многочисленных туристов, но и настоящих хозяев этих мест. Здесь гнездятся редкие виды птиц. Именно здесь, на этой территории в частности, находится зимовка уже обыкновенная, одна из наиболее крупных зимовок в средней полосе России уже. Так что в апреле мы здесь можем видеть такие группы уже, которые выходят на поверхность. Ну и напоследок еще одна легенда. Знаете, почему Брыкенбор называется именно так? Нет? Значит, вам стоит обязательно сюда приехать. Сотрудники Окского заповедника с удовольствием рассказывают эту легенду туристам. Согласно преданию, лес получил такое название в честь атамана. Иван Брыка или Брыкин во времена бунта Степана Разина организовал отряд, который занимался грабежами. Эта группа людей, она отбирала имущество, которое провозили купцы по дорогам. Но самым таким важным занятием это было нападение на суда, которые шли по оке. То есть вместо впадения, впрыв оку, находилась засидка одного из членов этой команды. И дозорный обычно наблюдал, какие суда идут по реке. Если это был интересный вариант, он давал знак. И тогда вся компания под руководством Ивана Брыкина нападала на суд. Награбленное они увозили в Вехр Попре и прятали в лесу. Именно поэтому он и был назван Брыкинбор. Ну а судьба самого атамана, к сожалению, оказалась весьма трагичной. В конце концов, царским войскам надоели эти разбои. Соответственно, все было известно. И были присланы войска, они окружили банду, поймали Брыкина и его казнили. Опять же, я говорю, что существуют разные легенды, трактовка тех событий, что правда, что ложь мы не знаем. Кто-то говорит, что Иван Брыкин умирал как мужественно, как герой. Он долго не сдавался. Но, тем не менее, память о Иване Брыкине до сих пор стоит поселок, причем заповедный поселок, который называется поселок Брыкинбор. А вот ни одного клада так и не нашли. Хотя есть вероятность, что он все-таки существует. Когда на Ивана Брыкина и его банду началась охота со стороны властей, разбойники сложили все награбленное в лодку и закопали ее то ли на правом, то ли на левом берегу Пры. Конечно, это всего лишь легенда, но, согласитесь, многие легенды имеют под собой весьма реальное основание. Но и без кладов эти места невероятно красивые, интересные и окутаны особой атмосферой. Пожалуй, здесь очень хорошо мечтать и фантазировать, особенно на тему прошлого этих мест. На этом наше сегодняшнее путешествие подходит к концу. Но уже в следующем месяце мы вновь отправимся на поиск увлекательных и удивительных историй. С вами была программа «О чем молчит время». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин